Давайте тогда помолимся. Мы будем изучать сегодня Ионы, четвертую главу, а давайте сперва помолимся. Отче, мы обращаемся к Тебе, отче, вероя, что Ты на самом деле есть, и надеемся, отче, чтобы наш Господь Иисус поскорее пришел бы, даже в этом году. Отче, мы хотим, самое главное, быть в Твоем царстве, потому что у нас нет места здесь при царстве человечества, которое пока есть на этом свете. Мы ждем пришествия Иисуса, и мы хотим, пока мы ждем Его пришествия, поглубже понять Тебе, поглубже любить Тебе и друг друга. Отче, мы не знаем, какие испытания у нас есть еще впереди. Мы знаем, что Ты держишь каждый из нас, и Ты хочешь, чтобы мы все не пропали, а чтобы мы все будем в Твоем царстве. И мы чувствуем, отче, Твой жаль для нас. И как Ты нас любишь. Мы такие маленькие, и Ты нас очень любишь. Отче, открой в наших глазах, чтобы мы это чувствовали бы посильнее. Дай нам, отче, восстанавливайся с людьми, с кем мы сможем поделить те чудесные надежды, которые Ты дал нам. Пусть, отче, мы сможем отражать как-то ту благодать, которую Ты явил к нам. Благослови, отче, все тех, у кого есть особо интенсивные проблемы. Отче, благослови ситуации в Украине, в частности. И благослови каждый из нас, поскольку мы хотим Тебе служить, не смотря на всякие препятствия, проблемы. И пусть, отче, факт того, что Иисус на самом деле умер и воскрес для меня, имел бы полное значение в сердце каждого из нас. Во имя Него. Аминь. Аминь. Ладно, я хотел Ионы 4 почитать. Это уже Ионы, уже проповедовал. Ныне вы покаялись. И Ионы очень, очень даже недоволен с этим. Очень недоволен с этим. И я считаю, что книга Ионы – это его автобиография. Потому что он после Иисуса был одним из самых мощных проповедников в мире, в истории. Потому что он пару слов сказал, давайте покаялись. Но даже он это не сказал. Он сказал, через 40 дней вы будете разрушены. И они все таки покаялись. И здесь в этом главе мы читаем, что там было сверх 120 детей, маленьких детей. Значит, целей всего в этом городе, наверное, 1 миллион. Иисус сказал, что этих людей будут во Царстве Божьем. Что они воскреснутся и будут во Царстве Божьем. И я предполагаю, что Иона покаялся. Иона покаялся и вернулся и работал с ними как пастором, чтобы в конце концов, как Иисус сказал, они будут во Царстве Божьем. Значит, что он был вообще такой мощный проповедник. Но он хотел показать нам, что я самый дисквалифицированный человек. Я вообще без никакой квалификации. Потому что я был вообще рацист. Я был такой нарциссист, такой эгоист, что я вообще не достоин. Как я был плохой человек. Как я не то был как человек. И вот, видите, благодать Божья ко мне. Я предполагал в первом главе, что он бросился в море как самоубийство. И Бог ему воскрес из-за этого и дал ему еще шанс, еще возможность проповедовать в Миневе. Ладно, он это делал, но без, я считаю, без энтузиазма. И он здесь объяснил, когда они покаялись, он здесь объясняет, почему он такой. Потому что он не хотел, чтобы они покаялись были. Потому что он хотел Царствие Божие только для евро. И понятие, что один миллион язычников, тем более из Ассир, приняли бы Евангелию и будут в Царстве Божие. Это для него мерзость. И он это не хотел. Он это не хотел. И вот он здесь объяснил, что он это не хотел. И опять он пытался как-то самоубийство совершать. И мы не знаем, как истории закончились, но мы очень предполагаем из-за того, что Йона является автором книг, что да, Бог второй раз спас Йона из самоубийства, и он смирением вернулся в Ниневу и делал свои дела с ними весь жизнью. И его гроб до сих пор в городе Масул, это современные Ниневы в Ираке, до сих пор гроб Йоны находится там. Так, давайте быстренько прочитаем четвертую главу. В первом стихе. В первом стихе, да? Да. Кто может быстренько прочитать весь главу? Можно. Можно. Ну, давай. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли, говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал, фарсист, ибо знал, что Ты, Бог, благий и новосердый, долготерпеливо многомилостивый и сожалеешь о бедстве. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение. И оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. И он и весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог. И просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которые в одну ночь выросли, и в одну же ночь и пропали. Мне ли не пожалеть, не имею, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Спасибо, Олег. Итак, вот в первом стихе Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Ион, значит, он хотел, чтобы они не покаялись. Он хотел видеть разрушение этого города. Он хотел, чтобы миллион человек умерли бы. Да, это то, что он хотел. А Бог сам столько раз объяснил, что я очень не люблю уничтожать человека. Я не люблю осуждать человека, тем более один миллион. И у Бога есть огромная радость, когда хоть один человек покается, тем более, когда один миллион покается. У него радость. А Иона, который писал всё это, хотел нам понять, чтобы он был абсолютно 180 уровень наоборот от Бога. Бог радовался, а он огорчился сильно. Значит, слово Иисус абсолютно исполнилось с Ионы. Глаз твой завистлив от того, что я добр? Глаз твой завистлив от того, что я добр? Значит, что когда человек видит, что у другого человека есть какое-то благословение, как он чувствует? Я считаю, что это очень актуальная проверка нашего духовности. Потому что мы сможем быть верующим, а всё равно быть совсем эгоистически даже в степени нарциссистом. Что это всё обо мне. И если у тебя есть благословение, это для меня, это не касается, это ни при чём для меня. А если мы по-духовному, ой, у тебя есть благословение, ой, ты принял крещение, ой, ты покаялся, ой, у тебя есть дети. Я явился у тебя. Ну, это должен быть радость и для меня. Но видим стезионный метод. Наоборот, ой, у них есть благословение. Они покаялись. Ох, как я это не люблю. Это так, как раньше, много, ну, лет тому назад я помню, ой, что вот 20 африканцев приняли крещение. И было такое, ну, позиции у некоторых, ну, белых, да, что, и что это, долговес, что ли, что 20 ребят в Африке приняли крещение. Это должен быть для нас радость. И это, по-моему, какое-то, как я сказал, проверки природы нашего духовности, что я могу радоваться из-за того, что у тебя есть всё хорошо. И Геона как-то показался, что я такой ужасным человеком был. Абсолютно ужасно. А Бог использовал, употреблял даже человека, как я, вот, чтобы ввести этих людей к покаянию. Огорчился, написано. Сильно огорчился. Столько раз написано, что Бог огорчился с нашими грехами. Но Бог так нет. Он хотел радоваться, чтобы они покаялись. И он объяснил, Геона сейчас по-честному объяснил, почему он мне в первый раз проповедовал Ниневе. Втором стихе. «Не это ли говорил я, когда ещё был в стране моей? Потому я и побежал в фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Это цитата из Исход 32 главы, где Бог объяснил себе Моисею, что вот я Бог такой, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалею о бедствии. Да, Геона знал прекрасно Библию. Но он хотел умереть. Чем? Видеть, что Бог на самом деле такой. Он сосредоточился только на другую сторону Бога, где да, Бог будет судить грех. Это да. Он так на этом сосредоточился. Другую сторону Бога он знал. Он Библию знал. Он цитировал из Исхода 32 главы. Он это знал, но не хотел этого. Я хочу только тот строго Бога. Только такой Бог я хочу видеть и верить. А тот другой аспект Бога мне неинтересен. Конечно, мы встречаемся с людьми, которые наоборот. Что, ой, да, Бог такой только терпеливый, многомилостивый, милосердный, благий и так далее. И так, ну, не переживай. Ты сможешь быть гомиком, ты сможешь делать то, что ты хочешь без проблем, потому что Бог благий. И он такой миросердный, не переживай. Нет, это тоже не то. Мы видим довольно часто тот проблем, что я хочу только тот част Бога. Он хотел, тот и он хотел только тот строго част Бога. Что, да, извоил мой народ. Да, я буду судить язычников, которые грешают. Да, вот это Бог для меня. А как-то Бог показался, что это не полная картина. Ой, это я не хочу. Вот. Мы не сможем выбрать, кто Бог. Нам надо воспринимать Бог как так и есть. Это почему? Это хорошо изучать Библию. Допустим, ионы. Потому что, поскольку мы читаем весь Библию. Поскольку мы видим, кто Бог на самом деле. Каждый аспект. И мы не сможем просто сосредоточиться на то, что мне удобно. Бог строгий. Да, Бог строгий. Да, Бог строгий. Умеет быть строгий. Да. Так и есть. Или Бог благ. Благий и милосердный. Да. Он такой. Но надо все вместе. И когда Бог не получилось, так как он представил, он хотел умереть. И, наверное, он считал, ах, я пророчествовал, что через 40 дней Нинева уже не будет. И вот это не исполняется. Ох, это показывается, что я не прав. И мне должен быть прав. И в одну сторону, да, нам надо правильно понять Библию. Я согласен. Но нам надо острогаться, чтобы это не все такой вопрос, что я прав. Мне должен быть прав. У меня истина есть. Я правильно понимаю. Потому что это сам не будет тебе спасать. Это все равно. Тот милост Божий, который нуждается. Итак, он не хотел проповедовать. Он это сказал в втором стихе. Я поэтому убежал. И вот опять я хочу умереть, потому что я не хочу видеть твою благодать к этими людьми. Часто народ, ну, часто, скажем так, вникает в вопрос, почему добрый человек страдал злом. А здесь у юни наоборот вопрос, почему у злых людей получились благ. Так. Эти вопросы всегда волнуют человека. Столько раз, а почему такой хороший, такой добрый человек страдал. И вот наоборот. Его вопрос, а почему такие ужасные люди, грешные, зачем они получили такую благодать от Бога. Эти вопросы как-то настроены в нашем опыте жизни, чтобы проверять наше смирение. Чтобы смириться, чтобы человек принял бы, что да, у меня вопросы есть, а я признаюсь, что я маленький человек. И Бог есть Бог. Я не ожидаю всего у него понять. Я просто ему люблю. И принимаю Бога, поскольку я понимаю Бога. И то понятие об истине нам надо что-то строгаться. Есть истина. Конечно, есть истина. Но как это используется, допустим, посреди христианства или все эти антисты, эковисты, они все используют эту фразу, что у нас истина есть. Истиной является Иисус, являются отношения с Ним. А если мы считаем, что я все обо всем знаю, я все обо всем понимаю, ну это проблематично. Во-первых, ты не все обо всем понимаешь и не будешь, потому что ты лишь человек. И во-вторых, когда Бог не поступает так, как ты ожидал, а где твоя вера? Как и он? Я хочу умереть. Ты будешь им спасать, Господи. Ну хорошо, я ухожу от жизни. Я не хочу никакого отношения с этим. Так и есть. На самом деле, так и есть. Итак, он сказал в третьем стихе. Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, ежели жить. Это цитата. Это цитата. Это цитата при слове «Илию». Когда кажется, Ахав покаялся, когда кажется, что Израил, по крайней мере, покаялась, когда они убили эти четыреста пятьдесят пророков Ваала. «Илию». «Илия убежал в пустыне и сказал тех же словом, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, ежели жить». Но Илию тоже был неправым в этом. Что, ой, других людей покаялись, ой, я считаю, что они, наверное, не искренне. Только я, как Илия сказал, только я, верный пророк. Нет, он не один. Единственное, как Бог ему отвечал, есть еще семь тысяч человек, которые не верят в Алья и которые мне служат. Итак, Йона не хотел понять, что Бог изменил его план. Он сказал, что через сорок дней Нинова будет разрушена. И не случилось, потому что они покаялись. И он хотел, чтобы нет, все определенное. Это будет, потом это, потом это. Через сорок дней Нинова не будет. Я сказал, что у Бога есть другая, скажем, деменция. Что, ой, этих людей покаялись, значит, я тоже буду передумать. Хорошо, не буду им разрушить. Ой, а я сказал, что через сорок дней вы не будете? Ах, ладно, я не хочу жить тоже. Потому что я, наверное, покажусь как-то лишь пророком. И Бог очень, очень мягкий с ним. В четвертом стихе. Сказал Господь, неужели это огорчило тебе так сильно? Я думаю, что он имел в виду, что Йона, я суд, я судья этого мира. И грех Нинова мне огорчило. Ты не переживай. Твои чувства. Неужели это огорчило тебе так сильно? Нет, это мне огорчило, как они жили и были. Это очень для меня страшно было. Я судья, не ты. Они сейчас покаялись, поэтому я полный радости. Видишь, если мы хотим постоянно судить, то мы будем делать эти ошибки, которые совершал Йона. Итак, Йона вышел из города в пятом стихе. Почему он это делал? Вышел Йона из города. Я думаю, что он не хотел с ними иметь ничего общего. Он ждал, не дождал сорок дня, наверное, за уничтожение города. И не получилось. Он вышел, как лот вышел из Содома, чтобы он не будет там умереть. То есть он так хотел видеть уничтожение этого города и непокаяние. И, конечно, вникает вопрос. На самом деле, хочешь ли ты видеть покаяние другого человека? Или ты только хочешь видеть суд на этом человеке? Это вопрос для развлечения. Мы все сказали бы, да, конечно. Я очень хотел, хотелось бы, чтобы тот человек покаялся. Мы все это говорим словом. Разве это так на самом деле? Потому что мы здесь перед Иисусом, перед Его крестом. Чтобы сам себе испытывать, как Павел сказал. Чтобы спросить у себя, если на самом деле у меня такое желание есть для спасения этого человека. Или я только хочу видеть его суд, его уничтожение. Потому что мы живем в мире, где, ой, ты это делал. Хорошо, тогда я подам в суд. Я хочу видеть твое наказание. Я хочу видеть, что ты будешь сесть в тюрьме 10 лет. Вот это то, что я хочу. Сразу после некоторых этих судебных процессов, да, они интервью делают с человеком, который страдал, ущерб был в каком-то плане. Как чувствуешь? О, я рад видеть, что тот ужасный человек в тюрьме. Это по-человечески. Я рад это видеть. Что, да, справедливость был дел. И Йона, видимо, такой. И здесь это все-таки огромный призыв к нам об этом. Он хотел видеть уничтожение города. Бог очень красивый делал в шестом. И произрастил Господь Бог растение. И оно поднялось над Йоною, чтобы над головью его было тем, и чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. Если он был без тем, там. Потому что в Ниневе, это где Моссул сегодня, я там был. Вот Моссул еду. Там, вокруг, это пустыня. Ужасная, нетерпимая жара. Ты там будешь сидеть сорок дней. Ты умрешь. Потому что Солнце такое сильное. Если я был бы Бог, я думал бы, Йоне. Ты совершал самоубийство в первом главе. Ты не хотел проповедовать. Ты убежал в Фарсис. Да. И ты бросился в море. А я произрастил огромный хит, скажем ли. Либо тебе спасать. И я тебе воскрес. И дал тебе вторую возможность проповедовать в Ниневе. И ты это, в принципе, не хотел. Ну, ладно. Ты это делал. А сейчас они покарились. И ты хочешь опять самоубийство совершать. Я думал бы, давай, Йоне. Давай. До свидания. Ты это хотел. Ну, ладно. Ты сам выбрал. Ой, нет. Бедный человек. Он там, в этом пустыне, нуждается тень. Хорошо. Я буду специально растение творить, чтобы дать ему тень. И почему Бог это делал? Это из-за жал, в принципе. Ему жалко, Йоне. Мы видим здесь милость Божия. Если я был бы Бог, я думал бы, все, Йоне, я дал тебе две возможности. Я спас тебя из самоубийства. Ну, ладно. Ты даже это совершал, а я тебе воскресну и дал тебе еще шансы. И ты это делал. Все. То слово переведено в шестом стихе. Произрастил Господь Бог растение. Это тоже самое слово. Исползло несколько, но в местах. Бог произрастил, написано в первом главе, семнадцатом стихе, огромный хит или рыба. И здесь, в седьмом стихе, устроил Бог так, произрастил. Это тоже самое слово, что тот червь явился. В восьмом стихе тоже. Что навел Бог в зной и в восточном виде. То слово навел в восьмом стихе. Слово устроил в седьмом стихе. Слово произрастил в шестом стихе. Это все одно и то же еврейское слово. Значит, Бог специально приготовил. Большой кит он делал в первом главе. Здесь растение, потом маленький-маленький червь. И ветер восточный. Значит, что Бог работает огромным масштабом и маленьким масштабом. Маленьким червьем в жизни Юны. И он хотел Юны это показать. Что я работал с тобой в разном масштабе. Большим масштабом. Огромную рыбу делал. Кит я делал. И маленький червь. Все для тебя. Потому что я хочу вести тебя к покаянию. И так Юны всякий это не хотел смотреть на природу. Он не хотел видеть. Для него Бог прав. И Бог строго. И Бог будет уничтожать грешников. И я один из народов Божьих. Я вот пророк Божий. Я верующий. Это все. Смотреть на червь. Смотреть на кит. Смотреть на растение, которое Бог делал. Да нет. Это не для него. Он не видел. Красота. Боже. Потому что он только сосредоточился на факт того, что я прав. Я хочу оправдываться. Я поэтому хочу, чтобы Нильев уничтожался. Это огромный урок для тех, которые считают, что понять Библию очень важно. Это, конечно, очень важно. Я согласен, очень важно. А я слишком многих встречал, которые для них это только так, что учение нам надо правильно понять. Все. Это я. Я. Я прав. Ты не прав. Я прав. Ты не прав. Поймите меня правильно. Да, это важно понять в Библии. Это важно понять, допустим, что Бог один и три едины. Да, конечно. Я не спорю, что Царствие Божие будет здесь на земле и не куда-то на небесах. Я согласен. А то понятие, что вот сейчас у меня есть истина есть. У меня прав есть. Я прав. И вот все эти остальные неправы. Это менталитет едины. И желание в сердце для спасения другого человека – нуля. Нуля. Абсолютно нуля. Я прав. Я прав. И это важно. Самое главное. Спасение. Миллион человек. Грязный инопитянин. Грязные язычники. Да нет. Это ни при чем. Я прав. И поэтому книга заканчивается на то, что кажется на первый взгляд довольно странно в одиннадцатом стихе. где Бог сказал, что мне жал, в принципе, что там есть 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой. Я понимаю, что маленьких детей. И множество скота. И вот все. Закончил. Бог хотел показать, что знаешь, юный, хотя скота, хотя животные не будут во Царстве Божьем. Хотя червь не будет во Царстве Божьем. Тут растение не будет во Царстве Божьем. Знаешь, юный, для меня это все равно для меня интересно. И множество скота. Мы как-то ожидаем, что Бог сказал бы юным. Ну, юный, они передумали. И я и тоже тогда передумал. И в одном деменции, в одном аспекте, это да, это то, что случилось. А Бог это не сказал. Он сказал юным. Знаешь, почему я не уничтожал ниник? Потому что мне жал, что там, если я буду целиком уничтожать, есть 120 тысяч маленьких людей, дети, не умеющих отличить правые руки от левой. И множество скота. Береженый, как для меня червь важно. Большой кит важно. Интересно для меня. И множество скота. То есть он дал юный другой причине, почему он не уничтожал ниник. Просто так, что мне жалко. Мне жалко. Дети там и скота. Множество скота. И здесь мы видим, как жалость. Но Бог ему жалко. Жалко. И это один из характеристик Божьих. Исайя 63 глава написано, что Бог спас Израил и вел им 40 лет, хотя свое поведение было вообще ужасным, из-за жалостью. Ему им жалко. Все. И у нас должен быть тот дух. Когда мы видим страдания, не только в физическом плане, но в моральном плане. Как народ ходит в темноте. Нам должно быть жалко. Жалко им. Не так, что, ах, эти дураков уходят. Да, вечно погибло. А я буду жить вечно. Ну, видите, капли дураков. Как эти люди уходят. Один раз я видел в Лондоне. Пьяный человек лежал на тротуаре. И, кажется, довольно богатая женщина пришла, ну, ходила, да, с ребенком. Ребенок сказал, ой, мама, смотри, смотри на человека там. Он лежит на тротуаре. И мама сказала ему, дурак он. Он пьяница. Он пьяный. Дурак он. Да, мама, да. Это могла бы и ты. То есть жалко нет. Ни слова, ни чувства. Это я и моя средний класс жизни. Вот. И ребенок, ну, он дурак. Не смотри туда. Даже не смотри. Давай, уходим. Пересекаем улицу на другом сторону. И ходим. Так. И пусть тот человек, скажем, лежит там на тротуаре. Да, дурак. Думаю, все такие дураки. Вот. И это похоже для меня юный. И мы видим, как у Бога такой жал. Такое сердце. Сердце для человечества. И мы здесь вспоминаем, конечно, смерть и воскресение Иисуса. И вот здесь мы видим его сердце для нас. И не только в том, что Иисус умер и воскрес. А в том, что Бог нам привел к истинам. Не из-за того, что мы такие хорошие. Не из-за того, что мы такие интеллигентные студенты Библии. Нет. Если мы так считаем, то кое-что не то у нас. Мы здесь. Каждый из нас. Саша. Саша. Женя. Нанна. Алексей. Юра. Олег. Все здесь. Женя. Мы здесь не из-за того, что мы такие святые. Какая-то рука Божья была в нашей жизни и привела. И мы сказали, ну правда, мы сказали да. Мы не отказались. Мы сказали да. И мы поэтому здесь до сих пор. Но это из-за того, что жалко Божья. Он смотрел на Данка, на Олегу. Ему жалко. Ему было жалко. Ну давай. Стоп. Я тебя держу в жизни. Когда основная масса, кажется, человечества, он так не делал. Он смотрел с небеса. У нас столько жили без знаний Иисуса. Столько жили, умерли, не зная, кто Иисус, что такое Библия. А вот он видел. Предвидел. Точно я. Парни. Женя. Женя. Саша. Нама. Алексей. Данка. Ему жалко было. Это очень трогательно для меня. Что ему просто чистить жалко. Мне жалко тебе. И с такой милостью нам надо отрежать эту милость другим людям. Это основное. Это что значит быть христианом. Христианом. Имеет такое сердце для человека. Для человечества. Что они все такие умирают. В своем незнании. В своем невидимости. В своем грехе. В своем дуракстве. Да. Они все умирают в этом. Они. Они. Не будьте так. Как ту женщину. Которая пересекала улицу. Взял. Ребенок. На руках. Давай пересекаем улицу. Не смотри туда. Он дурак. Да. Дурак. Да. Правильно. Как и мы все. Итак. Йона смотрел на то растение. И ему как-то жалко. И у него был гнев написан. Вот. Давайте в 10 стихе. Когда сказал Господь. Ты сожалеешь о растении. Над которым ты не трудился. И которого не растил. Который в одну ночь выросл. И в одну же ночь и пропал. Мне ли не пожалеть ними? Города великого. То есть. Ты не работал. Ты не трудился. Для этого растения. А я трудился. За это растение. И тем более для ними. Значит. Один миллион человек. Бог для них трудился. Он трудился. Он дал им. Каждую секунду жизни. Он отдал жизнь этих людей. Столько лет. И он пожалел им. Ты сожалеешь. Ты пожалеешь. Растение. Которое для тебя было полезным. Он сказал. Я не могу пожалеть ними. Ты даже не трудился для этого. Растение. А я трудился. За миллион человеком. Ты представляешь. Столько энергии. Столько сил. Столько дух. Я отдал им. Каждую секунду. В своих жизнях. Им уничтожать. Я очень не хочу. Тем более. 120 детей. И множество скота. Боги тоже для них. Кое-что отдал. То есть. Тут понятие. Что жизни. Как-то на тик-ток. 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 Как-то делается. Что все творения. Как-то на автоматическом режиме. Нет. Это не то. Бог сознательно. Отдаст. Его дух. Его. Жизни. Его. Внимание. На каждом маленький червь. На кит. На маленьких детей. На множество скота. Он отдаст. Свой дух. Свою энергию. Свое сердце. Уничтожать им. Если надо. Да. Но. Не без жалка. Он пожалел. Если так. Мы смотрим на человека. Считаем. Они не интересуют. Они не интересуют. Они нет. Они такие. Да. Они такие. А Бог им дал очень многих. Он трудился. Для этих людей. Ему очень жалко. Если они умерли бы. Без его сына. Если они умерли бы. Без него. То есть. Когда. Мы. Пытаемся. Проповедовать. Бог. Сразу. Интересуется. Ой. Хорошо. Ты будешь. Допустим. Стоять на улице. Раздашь. Брошюрки. И что. Бог. Ого. Да. У меня шанс есть. Через тот человек. Действовать. Чтобы. Найти этих людей. Для кого. Я трудился. И для. Для кого. Мне. Очень жалко. Если они. Умирают. Умерли бы. Без меня. Так. Книга. Кажется. Заканчивается. Странно. Но. Не странно. Потому что. Конечно. Многие. Вопросы. Вникают. А что с Йони. Что случилось с ним. Они. В Ниневе. Что случилось с этим. Городом. И так далее. И что случилось. Мы сможем делать вывод. И он умер бы. Он умер там. Возле Ниневе. В пустыне. Или нет. Нет. Бог. Второй раз. Ему спас. Из суицида. Из самоубийства. Вернулся в городе. Правильно. И писал. Его автобиографию. Короче. О том. Что. Я. Такой. Ужасным. Человеком. А вот. Как. И. Поэтому. Это. Очень. Красивый. Как. Это. Дело. У нас. Нету. Последний. Обзац. Где. Допустим. Писал бы. Что. Ну. Ребят. Я. Дорогие. Читатели. Я. Тогда. Покаялся. Вернулся. В городе. И. Прожил. Там. Мой. Жизни. Там. И. Спас. Этих. людей. Нет. Так. Написано. А. Размышляя. Когда. У нас. Есть. вопросы. А. А. Что. Случилось. В. В. Волжителем. MI. В. 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 какой-то в ответ. И Иисус умер, как я сказал, из-за разных причин. Из-за разных причин. Но один из них это в том, что Бог ему отдал для нас. Из-за жал. Ему жалко нам. Ему просто жалко. И хотел нам спасать. Он уже понял, что это недостаточно. Давайте нам заповеди и сказать, давайте, ребята, будь послушны. Не будем. Это наша вина, что мы непослушны. Ну, хорошо. Нам тогда придется умереть, потому что мы грешили. Возмездие для греха это смерть. Мы все грешили. Возмездие есть, и это смерть. А Бог все равно нам жалко. Хорошо. Я придумаю какой-то путь. И тот путь это через Иисуса. И мы здесь это праздник. Давайте тогда поблагодарим Богу за хлеба. Саша Козловский, сможешь, пожалуйста, за хлеба? Я благодарю Господа за милость, которую Он оказал всем нам, что Он послал Сына Своего Единородного, чтобы объединить нас в Нем. Как хлеб объединяет зерна, так Иисус Христос объединяет нас. За все спасибо и аминь. Это вот символ его тела для нас и аминь. Он взял чашу после вечеря. Это символ его крови. А Юра, сможет, пожалуйста, за за чашу. А микрофон надо. Юра. Благодарим тебя, Отец Небесный, за твою любовь и за милость к нам, за то, что ты на самом деле хочешь, чтобы никто не погиб, но все спаслись, как в том городе Неневе. Мы видим и понимаем твою любовь из твоих поступков, мы смотрим в твоем слове. И понимаем твою любовь и твою милость и благость к нам. За это мы благодарим за то, что ты отдал своего сына, потому что ибо так ты возлюбил этот мир, что отдал своего сына в жертву за наши грехи. и он пролил кровь, которая очищает нас от всякого греха, всякого верующего очищает от всякого греха. И мы благодарим тебя за эту жертву во имя Иисуса Христа. Благослови это вино, которое является символом крови Иисуса Христа пролито за нас. За все тебя благодарим во имя Иисуса. Аминь. Ну давай помолимся. Олег, сможешь пару слов сказать? Боже милостивый, ты явил себя народу израильскому и так же ты нам являешь себя во Христе Иисусе. Мы все истории, которые мы читаем во всем Писании познаем твое слово живое. То благодать, которую ты явил нам окрыляет нас буквально. Она вселяет нас такую живую надежду, укрепляет в вере и дает понятие, что есть вера. Поэтому жертва, которую принес Иисус, она просто не может оставить нас безучастным, инертным, апатичным, каким-то, пассивным, а наоборот делает нас желание служить тебе тем служением, которым говорится в Писании. Да будут наши пути тверды, чтобы мы преуспевали в правде, благочестии, вере, любви, чтобы мы были терпеливы и кроткими. Дайте Бог, чтобы пример Иисуса Христа, Его служение тебе, Его смирение было для нас основополагающим. И любовью, конечно, любовь твоя и любовь Иисуса для нас огромнейший пример и просто огромный стимул, чтобы жить нам в том почитании тебя, благоговении за тобой всю оставшуюся жизнь. Благодарим тебя за нашу встречу, которая нас так окрыляет и дает нам ясное понятие, что мы одни, одна семья, мы едины, мы члены одной семьи. Благодарим тебя за все во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok